друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о том как эти события влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья буквально день понадобилось чтобы инициатива на финансовых рынках снова перешла к продавцам доллара я всячески вас предупреждал что после протоколов не нужно поддаваться на вот этот всеобщий тотальный сложившийся позитив и энтузиазм трейдеров рассчитывавших на то что индекс американской валюты развернулся повторяю что на данный момент все указывает все свидетельствует о том что индекс доллара американская валюта останется под давлением это значит то что сохраняются шансы на движение этого актива к нашей ранее обозначенной цели на уровне 92 пункта сейчас индекс доллара уже снова ниже 93 приближается к этой цели и котируется на отметке 92 63 что же такого интересного было на протоколах честно говоря ничего интересного не было ну единственное что американский регулятор дал ясно понять что очень сильно обеспокоен тем что может произойти с американской экономикой дальше это значит то что были обозначены колоссальные нисходящие риски колоссальные неопределенности если мы говорим о неопределенности значит абсолютно неясными остаются экономические перспективы которые полностью будут зависеть от того как американская экономика справиться с последствиями пандемии и от того как власти фрс и белый дом будут опять же активны в новых мерах экономической поддержки пакетах опять же финпомощи для того чтобы поспособствовать вот этому оздоровлению американской экономики с этим мы знаем есть серьезные проблемы логичным что после комментариев о том что все плохо должен был последовать комментарий о том что будет делать фрс для того чтобы исправить в частности американский регулятор лишь подтвердил что а сша все еще активно нуждаются в таком же активном монетарном стимулировании что и раньше но не прояснил ситуацию какие же шаги будут предприниматься им для того чтобы исправить опять же общий негативный фундаментальный фон фрс признаю не дал конкретики по процентным ставкам на будущее ничего не сказал касательно таргетирования инфляции а я на это очень сильно рассчитывал потому что для меня подтверждение от регулятора того что инфляционные риски начинают значительно расти будет равносильно друзья тому что нужно вообще активно ставить на снижение доллара еще активнее чем раньше уже ориентироваться не на 92 пункта назначение ниже 90 пунктов ну и также американский регулятор не чего не сказал а опять же контроли за кривой доходности облигации но мы знаем то что ранее была дана оценка что вроде бы как не все поддерживают эту инициативу но все-таки отсутствие кривой доходности также допускает и оставляет возможным того что доходности облигаций могут оказаться на еще более низких значениях то что в экономике все плохо мы это видим в отдельных релизах первичные заявки на пособие по безработице снова выше миллион друзья обращение первичных сектор труда буксует без него американская экономика не выкарабкается поэтому я не удивлен то что индекс доллара снова перешел к распродажам трейдер нуждается в новом триггере и этим триггером будет как раз решение конгресса которая будет ребята это через неделю через две но максимум через две о том что новый пакет фискальных стимулов анонсирует минимум на 1 триллион долларов и еще хочу отметить то что на следующей неделе традиционный ежегодный симпозиум экономический в джексон холли и руководствуясь практикой опытом последних конференций мы помним что на во время выступления руководство фид резерва как правило на конференции делаются акценты какие-то на новации новые решения с учетом сложившейся экономической конъюнтуры то есть вполне возможно что на конференции в джексон холли мы как раз и сможем услышать каких-то изменениях касательно политики процентных остав пока что не мудрим ставим на снижение индекса американской валюты золото разумеется стало тут же восстанавливаться минимум вчерашнего дня 1924 сегодня мы уже снова приближаемся к сопротивлению 1950 bitcoin 11 7 843 цель 12 половиной остается американский фондовый рынок снова развернулся снг 3 388 друзья дожимаем нам нужно выше 3 400 и поскольку фрс все-таки признал то что стимулирующая политика необходимо опять же я не вижу х поводов из-за которых можно было бы а фондовый рынок продавать евро против доллара 1875 мы с вами удержались в этих длинных позициях и правильно потому что думаю что час другое мы снова будем выше отметки 1 19 и там уже снова цели на уровне 1 а 20 интерес к евро вчера подогрели еще протоколы европейского центрального банка на контрасте их можно сейчас проанализировать протоколами федрезерва в отличие от мрачных перспектив американской экономики в еврозоне все более менее нормально и cb дал оптимистичную оценку того что будет дальше и признал что прогресс уже очевиден и сделал комментарий о том что миллион раз подумает а нужно ли еще например задействовать дополнительные меры стимулирования поскольку прежнее решение уже неплохо работают сегодня блок статистики в 10 30 локально влияние на евро будет оказано но я думаю что все-таки из-за слабости доллара тут и езжу понятно что мы имеем очень хорошие шансы выйти на планку 120 фон против доллара очень сильно восстановился больше 150 пунктов вчера 13238 сегодня много макроэкономических данных хроничные продажи в 900 индекс активности производственного сектора сферы услуг в 1130 но друзья в британца мы пока не лезем у нас работа со слабым долларом и покупка их европейской валюты по нефти все без изменений 45 долларов за баррель пока рынок не раскачается новых идей не будет друзья хороших всем выходных и до скорой встречи понедельник всем пока